Кто оказывает медицинскую помощь призывникам? Друзья, всем привет! Вы на канале Служба защиты призывников. Меня зовут Унгурян Алексей. В этом видео давайте с вами поговорим о том, кто вообще каким образом нас оказывает медицинскую помощь, кто проводит обследование для призывников. Поэтому, если вас касается призыв в армию на срочную службу, то обязательно посмотрите это видео. А если остаются какие-то вопросы, то, как всегда, пишите их в комментариях под этим видео. Либо оставляйте заявку на нашем сайте. Ссылка на сайт есть в описании под этим видео. Я позвоню и бесплатно вас проконсультирую. Итак, друзья, давайте сразу к теме. Тут есть два важных момента по поводу того, кто вообще эту помощь призывникам оказывает, да, и кого плавно эта помощь. То есть, кто проводит обследование и лечат ли вообще призывников. Давайте с этим с вами разбираться. Кстати, прошу прощения, сразу у меня с голоса могут быть небольшие проблемы. Но, как бы, видео не ждут, поэтому все равно записываем для вас. Итак, ребят, давайте сначала первый момент, да, что вообще лечат ли призывников, да, именно по направлению военкомата. Потому что довольно-таки часто встречаем такой вопрос, что вот меня направят, например, там, в больницу, да, на две недели, там, на десять дней. Что там с вами будут делать? Будут ли меня лечить? И здесь есть однозначный ответ, да, что именно по направлению военкомата у нас проводят именно обследование, да, то есть, задача вот этого самого обследования, понять, можете ли вы служить в армии, есть ли у вас такой вот диагноз или там, даже не то, что можете ли вы служить в армии, да, а есть ли у вас вот такой вот диагноз. А служат ли с ним в армии, это уже компетенция военно-врачебной комиссии, и это уже в военкомате с этим разбираются, да, скажем так. Задача именно врача в больнице провести обследование. Так что никакого лечения вы там получать не будете. Вас не могут принудительно заставить лечиться. Ну, не предусмотрено вообще нашим законодательством такое, да, и не вправе это делать. Так что, друзья, важно понимать, что вас направляют именно на обследование. Если вам предлагают там какое-то лечение, что вряд ли на самом деле, то вы от него можете, естественно, отказываться, да. Теперь еще, наверное, более волнующий такой вопрос. Кто этими самыми обследованиями занимается? Потому что порой можно услышать, когда там военные госпитали, там еще что-то. Но тут опять же надо четко понимать, что все обследования призывников у нас проводят с обычными гражданскими врачами, в обычных гражданских лечебных учреждениях. Да, то есть, кто такие вообще врачи военно-врачебной комиссии? Давайте для начала, да. Это врачи из тех же самых поликлиник, которые направляются на работу с призывниками, да. Понятно, что у этих врачей есть определенная специализация, да. Они проходят специальное обучение для работы в военно-врачебных комиссиях. Там получают соответствующие документы по этому поводу. То есть, не любой врач может работать врачом военно-врачебной комиссии. Он должен пройти специальное обучение для этого. И после этого может уже там работать, если его туда направят. Вот. То есть, это врачи из гражданских поликлиник. Куда теперь направляют у нас на обследование, да. То есть, мы же с вами понимаем, что в подавляющем большинстве случаев у нас призывникам не выставляют категорию годности непризывную без дополнительного обследования. Без обследования по направлению военкомата. Так вот. Направляют у нас тоже в обычные гражданские медицинские учреждения. Может быть поликлиника, это может быть больница. То есть, либо амбулаторное какое-то обследование, либо стационарное обследование. Да. Могут быть и такие-таки варианты. Но это в любом случае будет гражданская больница. Да. Часто по месту жительства. Либо бывает так, что какие-то специализированные обследования проводят в определенных больницах города вашего. И вот именно туда тогда вас и направят. То есть, вы приносите, допустим, документы из одной больницы, и вас направят в другое любое подтверждение. В общем, по разным заболеваниям могут быть разные списки этих самых больниц. Поэтому, друзья, порой не угадаешь, да, куда именно могут направить. Поэтому важно, чтобы у вас с документами с медицинскими было все в порядке, чтобы где бы то ни было, это все равно все подтвердили. Вот. И еще давайте один важный момент разберем. Да, кстати, ребят, если тут остались какие-то вопросы по этому поводу, то вы обязательно пишите их, как я говорю, в комментариях, либо оставляйте заявку на нашем сайте. И еще подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка есть тоже в описании под этим видео. Там разбираем какие-то конкретные вопросы, отвечаем на ваши вопросы в прямых эфирах. В общем, много всего. И сейчас с приближением призыва будет движухи еще гораздо больше. Потому что канал практически, и мы хотим давать им практическую пользу для вас, а не просто теоретически, потому что о чем-то рассуждать. Вот. Теперь, что касается помощи медицинской от нас. Да, то есть у нас работают также врачи, да, именно врачи, которые могут посмотреть ваши диагнозы, направить вас куда-то конкретно и дать вам какие-то практически, опять же, рекомендации. Именно рекомендации, связанные с освобождением от службы в армии. Что касается вашего здоровья, да, то есть есть у вас какие-то причины для этого. То есть врач берет, смотрит ваши документы, слушает вас, да, потому что важно, с одной стороны, что написано в документах медицинских, другую сторону, важно, как вы себя чувствуете, вообще там ваше мнение по поводу вашего заболевания, да, все это должно учитываться. То есть как вы приходите, например, к врачу в поликлинику, также вы можете переговорить с нашим врачом, да, то есть прием нашего врача, врача службы защиты призывников, это никакой там не просто консультант, да, не юрист, который понимает, что это в медицинских вопросах, не я, да, который, да, что-то там где-то, скажем, из опыта своего понимаю, но никаких медицинских консультаций, естественно, я не даю. У нас дают медицинские консультации исключительно врачи, да, то есть врач, он есть врач, со всеми там сертификатами, со всеми подтверждающими медицинскими там квалификациями, да, документы, которые подтверждают квалификацию врача. И как я уже в одном видео говорил, есть врач, даже у которого есть специализация по военной врачебной экспертизе. То есть такой врач у нас тоже есть. Друзья, если какие-то вопросы медицинские у вас возникают, а я уверен, что у большинства призывников эти вопросы возникают, потому что все меняется и достаточно сложно разобраться в том, что насколько я годен или не годен для службы в армии. И особенно, если этот вопрос не очевиден. То есть есть заболевания очень явные, там условно плоскостопие третьей степени с углом 170 градусов, и тут уже явно, конечно, это не призывное. Но опять же, если вы знаете про это, если заболевание еще не очень явное, то про это вообще очень сложно говорить, особенно если вы не профессионал в этой теме. Так что, друзья, воспользуйтесь, записывайтесь на такую консультацию. Я уверен, что вы для себя получите очень много ответов, и вам будет понятнее, что же вам делать. Ну а на этом сегодня все. Желаю вам легкого призыва, чтобы все прошло хорошо, да, и вы получили там свой военный билет совершенно без службы в армии, без законных оснований. Ну а с вами был Гулян Алексей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok